Тому, кто копается в моих вещах, никак не могу найти свои данные о том, как резкие изменения климата повлияли на ханарское правительство. Если вы куда-то перенесли, верните, очень прошу. Я же над этим дружусь уже несколько лет. Если вам не хватает места для собственного проекта, только попросите, я помогу. С радостью помогу. И плюс один рубль. Хех, забавно. Такой уникальный терминальчик. Ну, мы продолжаем проходить Mass Effect 3, и сейчас мы находимся на шахтерской базе, где все ходят отруманенные, забитые и, как бы, затрусившие. Хотел сказать я, но нет, на самом деле, они вполне спокойные, просто обычные зомбаки. Главное, что безопасные. Как все просто, однако. Ни сканер голоса, ни сканер ДНК, ничего. Просто халява. Вот, хорошо. Отобранные в секторе четыре образцы показывают снижение качества руды. Будет начата консервация данной области. И все, что ли? Даже неопыты и денег не дали. Жалко. Я так люблю халявку. Хотя да, в целом у меня везде маловато слишком. Андреа, я по тебе скучаю. Почему ты не отвечаешь? Твоя мать очень больна. Ты обязательно должна с ней повидаться. Люблю тебя, возвращайся поскорее. Папа. И тоже ничего. Ну, видимо, чисто для очередного погружения в атмосферу того, как все эти несчастные людишки, которые здесь занимаются чем угодно, только они, собственно, минералами... Да. Работают в очередной секретной лаборатории и теперь оказались просто под влиянием своей собственной работы, судя по всему. Или под какими-нибудь артефактами и всем прочим. Но мы знаем, как работает это одурманивание. Ничего особенного, в общем. Странно, правда, что они не агрессивные почему-то, потому что помощник доктора Гарноид попытался застрелить меня вместе с ним, но не смог. А эти почему-то даже не стараются, хотя они тоже, по идее, так же одурманены, как и тот помощник. Помощник. Если бы в реальной жизни было бы так легко везде проникать. Это Гарноид? Если бы это было, то мы не смогли от того, чтобы ничего не было. А это было бы так, что мы не смогли сделать это. Ты не смогли найти Гарноу, он его найдет. Я, доктор Гарноу. Я, командир Шепард из Альянс. Ты все-таки хорошо? Да. Только я здесь находился. Что происходит в этом месте? Я делал мой исследователь, до конца. Они тебя атаковали. Это правда. Но, aside from my confinement, я все хорошо. Рисенователь меня ведет к тебе. Рисен отправил тебя? Он умер, доктор. Умер от его ассистента. Я понимаю. Я хочу сказать мне все, что ты нашел на Левиатан. Рисен seemed to think it killed a Reaper. Это миф. Я закончил. Но что за артифакт ты говорила в твоем сообщении? Я закончил. Нет. Да, доктор. Но теперь мы имеем Реапа артифакт. Мне нужно выяснить. Реапа. Звучит текущие. Звучит текущие. Звучит текущие? И как он это сделал, интересно? Это же всего лишь человек. И как он это сделал, интересно? Это же всего лишь человек. Странно. О, я посунул руку сквозь дверь. Клево. Баги это самое лучшее, что можно увидеть сейчас. Ты... Кто-то украл силу. Вот он идет. Звучит текущий. Погоди! Мы должны идти к этому артифакту, пока он сделает. Он сказал, что это было в монах. Такая прям напряженная побегушка. Такая напряженная побегушка. Мап показывает сервис-сторон в следующей трамп-стационной. Похоже, мы не единственные, которые идут так же. Ах да, сейчас и поедет динамичная часть, и нам нужно быстро-быстро бежать вперед, чисто на всякий случай, хоть таймера нет, но все-таки... Ху! У火! У! У в-ру- priority. Субтитры создавал DimaTorzok Новый противник и сразу же новое супероружие, которое у нас имеется Круто Вот такие пушки будем время от времени встречать в игре Причём она похожа по форме на женица, но, к сожалению, одноразовая Зато это было, конечно, круто, такой взрывчик прямо Ух, шесть Как раз я прибёг специально для таких крутых противников, как Банши, с которыми мы сейчас столкнулись Правда, не успели их рассмотреть, потому что надо было быстро их убить и идти дальше Ну а всё, вот это был клевый момент Очень жаль, правда, что эти пушки встречаются крайне редко, так что с ними не побалуешься И тратить их нужно только на самое нужное То есть, например, на боссов, подбоссов или просто большое количество противников И тоже ещё нужно рассчитать Потому что с собой эти пушки далеко не унесёшь Понятна причина, потому что, скорее всего, это будет недоступно Переход на другую локацию и так далее Уникальное оружие всегда исчезает Проще было бы своего дрона выпустить Ну, я же тоже инженер, в конце концов Но, к сожалению, нет, здесь не учитываются классы Он что, сам вообще не может даже двигаться? Блин, деватизм Тут два шага буквально пройти Хотя, наверное, в том и дело, что нужно его сопровождать, иначе он не будет двигаться почему-то Сенсоры какие-то особенные или что? Фикл знает Кстати, давайте уже потестируем другое оружие, наконец-то Например, снайперку мою скоростреллю У него очень много патронов, очевидно, потому что она слабенькая Но посмотрим Отдача минимальная, это клёво Ауч Так, стоп, а где дрон-то вообще? А, чёрт, спрятался, гад М-да Плоховато получается всё-таки И противники постоянно возникают Фиг, фиг знает откуда Эх Ладно Поигрыши, конечно, расстраивают, особенно когда ты, по идее, делаешь всё правильно с одной стороны И оружие подбираешь под тебя подходящее, но всё равно у тебя ничего не получается Гадает 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 Продолжение следует... 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 Так было бы гораздо проще жить. Ох. О, карта. Ух ты, нифигасе, сколько здесь всего. А ведь я сюда ни разу не заглядывал даже. Тут даже улучшение мельц, клёво. Снаряжение, похоже на повешенного человека. Ужас. Так, стоп, а вот это что здесь торчит? Случайно еще до улучшения? Точно такое же выглядит прямо. Ну, впрочем, в принципе, фиг с ним. Ох. Не так все легко, как хотелось бы, все-таки. Нужно еще искать дальше, видимо. Понятно, нужно искать дальше. Серьезно, они придумали такую головоломку прямо здесь с этими поисками, хотя легче было найти вручную. Что касается криминальных активностей в Пайлос-Небуле? Потому что эта область частью Аттеки-Траверсии, криминальные репорты неизвестны. Ну, понятно, искать по тем же данным бесполезно. Нужно искать что-то уникальное, куда мы еще не залазили, скорее всего. Или просто внимательно все осматривать. Рыться в каждом углу и так далее. Хотя, конечно, здесь, среди всей этой травы, наверное, найдется что-то полезное. Но все-таки. Красивое место, конечно. Я бы здесь задержался и побегал бы лучше по этим красивым лужайкам, которые впереди и перед нами расположены. Но нет. Этот отель это просто серые коридоры, которые нам доступны. В первой части, конечно, было побольше с этим разнообразие. Хотя там было и нуднее с другой стороны. Толкаться. Так, что еще я не нашел? Аттеки-Траверсии. Вот мы идем. Отлично. Вот теперь, кажется, все найдено, что нужно было. Халявный опыт, в принципе. Что ж, это пригодится. И второе. Фух, ну наконец-то. Мы здесь закончили, кажется, исследовали все, что можно. Хотя все, но сюда потом еще один раз вернемся в будущем. Но хотя бы я рад, что здесь позанорочился и нашел все, что можно было. Причем, да, в первый раз. Раньше я этого не искал, потому что проще было обыскать все три системы, чем рыться по всем этим файлам и искать... Ну, как вы знаете, это называется пиксель-хантинг, буквально. Здесь, конечно, проще, потому что объектов не так уж и много, в общем-то. Но все равно много заморочки с поисками. Нормандия все еще где-то висит в неизвестности. Ждет нас. Но, кажется, эта миссия будет содержать в себе немало пострелушек снова и беганий, так что нам нужно будет подготовиться к этому. Ну, в том плане, что я могу сейчас отправиться все-таки обратно от стадели и купить там еще ништяков, прежде чем идти и искать... Ммм... Эту Энн Брайсон. Пробоградить свои пушки, по идее, не помешает. Я, в принципе, ими доволен, в целом они, по идее, классные, так что можно покачать хотя бы проторанский излучатель и дробовичок. Дробовичок, наверное, в первую очередь, потому что он очень дешевый, там всего до 2000 рублей стоит прокачка. Так что, пожалуй, прежде чем отправляться дальше, я все-таки подзадержусь и все хорошенько подготовлю, наверное. Хмм... Ну да, все правильно. Небольшая передышка, и мы скоро продолжим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»